И так, делюсь с вами снова очередным рецептиком для красоты ваших волос. И так, я не буду смешивать эти компоненты, так как делать буду другую масочку, а покажу вам составляющие. И так, нам понадобится вот такая хна, она бесцветная, с зародышными пшеницей. Очень полезная эта хна для волос. Конечно же, очень много мнений, кто-то считает хну полезной, кто-то считает, что хна очень сушит волосы. В общем, очень много так и хороших отзывов и плохих отзывов. Но мне очень нравится делать маски с хной, желательно, конечно, на длину волос, обязательно любое масло для волос, чтобы хну наношу только на корни. И понадобится нам сухая горчица, вы можете ее приобрести в аптеке, на базаре, в магазине. И так, понадобится нам желатин, вот как вы видите, отвар и любое косметическое масло. Или кокосовое берем, или репейное, или любое другое масло. И так, здесь столовая ложка желатина, добавляем 2 чайные ложечки хны, чайную ложечку горчицы не больше, так как она очень сушит волосы. И масочку, если сильно будет вам сжечь кожу головы, вы ее снимаете не больше 10-15 минут. Для первого раза вы можете оставить на 5 минут. И любой отвар трав. У меня это ромашечка. Вы это все добавляете сюда. Ромашку процеженную комнатной температуры, не горячая, потому что горчица, она выделяет эфирные вещества, пары, да, которые будут вредны для вашего здоровья. И это не рекомендуется вообще заливать горчицу очень горячей водой, теплой хна, горчица, желатин и любое косметическое масло. Все это вы смешиваете, берете определенную пропорцию, так как вам нравится. И наносите на волос на полчаса, если можете выдержать, если у вас сильная такая вот толстая кожа головы. Или сначала начните с 5 минут и потом постепенно с последующим применением увеличивайте время. В общем, такая была масочка. Всем приятного просмотра. Всем пока.